Друзья, всем привет! В сегодняшнем таком недлинном ролике будем тестировать пистолет Сагола 3300 в его чуть-чуть нестандартной заводской комплектации то есть использовать редуктор отбора давления в бачок. Наносить мы будем им раптор без использования разбавителя очень интересное видео рекомендую досмотреть до конца сейчас немного полезной для вас рекламы Вы знаете, что я занимался и занимаюсь детейлингом, но поскольку сейчас у меня нет этого времени, а поделиться и рассказать хочется хоть чем-то, рекомендую вам посмотреть канал Detailing Alarm Там Валерий со своей командой показывает моменты очень интересные тонкости по детейлингу поскольку человек очень много лет занимается автомойкой и детейлингом, и он сейчас проводит обучение. У вас есть в принципе уникальная возможность тем, кто перейдет по ссылке, это 4 обучающих ролика по детейлингу абсолютно бесплатно остальные ролики можно купить но хотя бы начало то, что вы будете просматривать с чего вообще начинается детейлинг вы получите в принципе бесплатно это в неограничном количестве поэтому рекомендую переходим по ссылке подписываемся, смотрим, комментируем плюсом, что мне еще у него нравится у него почти в каждом видео он что-либо разыгрывает из каких-то плюшек а теперь смотрим видео есть образец, не смотрим на то, как он подготовлен но просто риск на него нанесено это просто тест пластина задача такова хочется попробовать вот этот инструмент в качестве нанесения им вот такого вот довольно-таки густого материала который именуется у нас раптором что именно хочется проверить? хочется проверить его как он нанесет структуру этого материала когда он выдает из себя факел а не точку как это обычно делает вот этот вот пистолет с которого собственно раптор-то и наносится то есть это обычный антигравинник с него все привыкли носить раптор потому что у него бутылка горло имеет в аккурат как накручивается то есть оно предназначено друг для друга но у меня огромная неприязнь к этому пистолету потому что он точкой все дует и когда ты красишь какой-то расширитель еще ничего но когда ты красишь всю машину это довольно-таки геморройно я развел раптор не добавляю в него никакого разбавителя ни заводского никакого-либо другого просто отвердитель и сам раптор материал получается густой он видно как стекает не торопясь мы сейчас все это заливаем без леек каких-либо потому что во-первых чистые стаканы все во-вторых не тот случай не имеет никакого смысла мне много не надо поэтому я многое не разводил а если чуть-чуть еще и останется лишки я покажу в чем будет разница между точкой я понимаю что разница будет но я еще не знаю в чем она будет эта разница при нанесении из этого инструмента задача сейчас я попробую во-первых выставить давление во-вторых определиться с подачей и с факелом шириной потому что я не знаю что будет лучше мы сейчас не касаемся подготовки детали и всего остального просто именно нанесение надувает в бачок вот этот хрип это через редуктор надувается в бачок то давление которое мы тут выставляем я сейчас начну с малого как бы тут ноль потом 0,5 вон там значит это где-то 0,25 поставим двоечку и давайте будем потихоньку уходить от закрученной точки точнее не точки а от факела максим и вот раз оборот два оборота выкрученных так я снизу начну а наверх выйдем на уже примерном результате мало подачи и очень-очень мелкая структура прям капец два три попробуем на все открутить вот это уже интереснее а ну-ка прям очень интереснее те кто смотрели мои видосы знают как ложится raptor какой офигительно огромнейший шагрень а тут такая меленькая растянутая прям красота это давление двойка на именно подачу в форсунку попробуем чуть позже уменьшить чуть повыше ого а надуло в бачок вон пошел пошла шагрень хорошая не пойму что-то у меня там воздух как будто дует откуда-то все нормально все я вроде закрутил не понял что-то походу там с пистолетом случилось а ну-ка материала нет выплюло материал вон все пустяк надо еще чуть разбавить что-то я это зажал я думал мне хватит мне что-то кажется что во-первых сильно давление много опустим до полторы подачи многовато и тут давление я опущу которое в бачок давит потому что реально ну быстро быстро переносит вот это оно вот это оно кайф просто кайф шик прям во первых мы по сути закрываем все за один заход у нас нету никаких пятен полос до расход хороший такой идет прям уверенный но имеем факел равномерности у нас получается и относительно обычного у того пистолета антигравийного ну кто работал тот понимает вот эту разницу завалил за там пять шесть проходов без каких-либо косяков по шагеру сейчас покажу ближе по шагеру вот что получается шагрень одинаковая ровно растянутая причем у нас есть возможность ее регулировать так как нам будет удобно мельче просто закрутим подачу материала факел шире уже в зависимости от площади которую мы обрабатываем давление в бачок это дополнительно еще еще один из параметров которые мы можем регулировать по скорости подачи материала ну я честно скажу я вот вот удивлен и мне прям вот нравится что у нас из себя представляет сейчас комплект компоновка башка согола 64 с дюза 2 и 2 игла из комплекта дюзы 2 и 2 манометр стандартный заводской второй манометр нижний это дополнительный манометр редуктор точнее который отбирает давление воздуха и подает его в крышку бачка вот такая вот тема очень интересная компоновка стоит на то чтобы на нее обратить внимание по деньгам сложно сказать точно потому что мне это дали на тесты это не мое все вопросы кто реально на них может ответить это валентин испанцы напрямую не хотят со мной работать как с частным лицом потому что ну я их тоже понимаю это большая компания поэтому они отдали это все дело валентину и этим сейчас конкретно занимается валентин поэтому все вопросы к нему я наверное оставлю ссылку на его вконтакте ему задавайте вопросы он находится в россии он на них быстренько ответит я единственно чем могу помочь в украину это валентин кому надо отправит мне их под заказ я потом передам это все на чем я могу помочь с этим инструментом мы еще его будем тестить дальше потому что этот пистолет может не только вот это у него как бы это не основная его задача это обычный пистолет который можно грунтовать который можно красить и лачить на это все у меня есть головы для него это все мы будем пробовать в дальнейшем сейчас у меня просто пока была такая возможность быстренько 10 минут тут на сервисе урвать также у нас еще есть там приклеились две соглолы которыми мы оттестим там с башкой aqua и с башкой клея вот спасибо огромное диме за то что предоставил raptor на тесты кстати у димы хорошая цена на raptor в украине пожалуй самое лучшее то что я сейчас видел все остальное кстати тоже у димы мы сейчас дальше там видео увидите это адию пипи и это реклер это все у них есть вот такие вот дела на этом все всем спасибо за внимание спасибо что смотрели удачи и пока